Юлия Ракитина В Юфе проходит этап всероссийского стартап-тура, главным организатором которого является инновационный центр «Сколково». Кстати, он в нашем городе проходит уже в третий раз. Мероприятие для стартапов – это мероприятие по продвижению и развитию предпринимательского сообщества. Мероприятие, где мы смотрим, отбираем инновационные проекты, приглашаем их к сотрудничеству. Ну и надеемся внести свой вклад в региональное развитие предпринимательского сообщества. Около 160 проектов всего. И надо отметить очень важный момент, что в этом году впервые Уфа выступает межрегиональная площадка. У нас несколько десятков проектов из других городов. Уфимский ТАП стартап-тура проходит в течение двух дней. Первый день учебный. На нескольких площадках проходили различные семинары и мастер-классы. Например, о том, как предпринимателю заинтересовать инвестора. Есть секрет обольщения женщины. Нету никакого секрета обольщения женщины. Надо быть искренним, честным. И она тебя действительно должна интересовать. Женщина очень хорошо чувствует обман, равно как инвесторы. Ты ее на что-то раскручиваешь или она тебе действительно интересна? Точно так же и здесь. Пять треков, по которым мы отбираем и смотрим проекты. Это энергоэффективные технологии, это биомедицинские технологии, промышленные технологии, IT и технологии для детей. Критерии для всех пяти направлений одни и те же. Мы хотим, во-первых, увидеть и оценить инновационность технологии, инновационность самого решения. Мы, естественно, хотим понять, какой коммерческий потенциал есть у проекта. Можно отметить такую особенность Уфы. У нас больше, чем в других городах индустриальных проектов. Есть такая проблема в нефтепереработке, как очистка дизельного топлива от содержания серосодержащих соединений. Они при горении топлива влияют плохо на окружающую среду, на экологию. Моя же технология, основанная на ударном воздействии на топливо, она, во-первых, намного меньше в сравнении с гидрочисткой. При том, что себестоимость моей установки будет стоить около 20 миллионов рублей. Гидрочистка, соответственно, стоит от 100 до 250 миллионов долларов. Результаты, такие предварительные результаты есть. Мы подведем итоги стартап-тура 2-3 июня в Москве на стартап-иллаже. Ну и самый главный результат, о нем сложно судить через неделю, через две, тех проектов, которые нам презентуют, чтобы из них действительно были созданы успешные бизнесы. Всероссийский стартап-тур – это отличная возможность для молодых предпринимателей. Здесь они смогут познакомиться с инвесторами. Но нужно учесть тот факт, что их идеи должны быть перспективными. Ведь реализация одного проекта может занять до 5 лет.